И снова здравствуйте, дорогие подписчики и те, кто заглянул ко мне на огонек. Сегодня пришло достаточно большое количество посылок. В основном это были неотслеживаемые, дешевые, их достаточно много, но также и трековые. То есть, я посмотрел, что у меня здесь находится, немножко подписал, для того, чтобы можно было вам говорить, например, когда я это заказывал, чтобы понимать, сколько все это дело шло и сколько это стоило. Значит, из интересного... Да, по-моему, все здесь интересно. Давайте начнем все-таки с телефона. Да, очередной Asus Zenfone Max мне пришел. Насколько я помню, это черный цвет. Стер я нечаянно дату, когда я его заказал. Ну, насколько помню, порядка двух недель он ко мне летел в почту Сингапура. После того, как MJ отказался от финнов, проблем с доставкой не было. Единственное, но вот все-таки меня немножко подбешивает, как он гуляет рядышком со мной, прилетает во Внуково. Со Внуково едет в московский автоматизированный, по-моему, называется, цех сортировки. Оттуда едет и видно. И только потом возвращается ко мне. Значит, стандартная для MJ упаковка. Второй раз он кладет мне вот этот силиконовый бампер. Судя по всему, он у нас является оригинальным. Так это или нет, я прямо вот сейчас вам не скажу. Но буквально следующее, либо через одно видео, мы увидим эти оригинальные бампера с пленками. И будем знать, оригинально он мне шлет или нет. Значит, внутри телефона от третьего месяца. Телефончик черненький. Мы его положим сюда. Для чего мы это сделаем? У нас сейчас будет открываться посылки, в которых будут находиться вещи, которые для него подходят. Нам это будет, наверное, интересно. Поэтому пускай он далеко не уходит. Значит, ну и с чего начнем? Давайте начнем с такой вещи, как ОТГ-кабель. Там, я надеюсь, не отрежу. Куда-то у меня нормальные ножницы запропастились. Режу чем-то огромным, ужасным. Ну да ладно. Главное, режет и показывает. Ну так вот пакетик с пупырышками. Почтой Турции. К там пришел ОТГ-кабель. Для чего он нужен? Ну, многим он, наверное, будет и не нужен. Но в связи с тем, что у нас лежит Asus Zenfone Max, который имеет одну особенность очень интересную, от него можно подзаряжать другие телефоны и прочие девайсы. Например, Bluetooth-гарнитуры. То есть мы втыкаем мини-USB сюда. На выходе видим USB-шку. Достаточно хорошего качества ОТГ-кабелетчик. И мы можем заряжать другие телефоны. Значит, заказывал я его 6 июня. Сейчас у нас 23-е, опять же, июня. То есть дошел он достаточно быстро. Самое приятное, он стоит 42 рубля. То есть это, в принципе, абсолютно не деньги. А вещь крайне полезная. То есть, имея телефон с аккумулятором в 5000 мА, можно заряжать Bluetooth-гарнитуру. Ну, или там какому-нибудь другу, у которого вдруг сел телефон. Можно немножечко поделиться. Значит, здесь находится то же самое, но более компактный вариант. Он также 6-го числа заказывался. 54 рубля он стоит. Немножко он мне напоминает оригинальный Asus-ский ОТГ-переходник. То есть вот такая вот маленькая штучка, которую можно таскать в кармане. Но единственное, неудобно то, что вот она как бы открыты все. Вот эти вот виды. Но, опять же, удобно-удобно. Будет следующее видео, там у меня будет брелочек с ОТГ-переходником. Значит, здесь у нас находятся держатели для телефона. Я заказывал у двух разных поставщиков. Первые у меня что-то как-то так уже достаточно давно пришли. А эти прям как-то подзапропастились. Не понимаю, почему так произошло. Но запропаститься они запропастились. Бывает такое. Трек не отслеживался. Значит, по цене они мне вышли по 110 рублей, потому что там у меня какие-то были акции, не акции. Вот так они, может быть, там чуть-чуть дороже. Что из себя представляют держатели? Это не странно. Упаковка практически не помялась. Значит, очень хорошего качества. Вот такая вот штучка. Значит, ее можно надеть на практически любую решетку вентиляционную. То есть, вот они тут нарисованы. Да, на какие можно, на какие нельзя. По диагонали он открывается до 6-дюймового. И, значит, у нас имеются прорезиненные лапки, которые не дадут телефону попортиться. Немножко будет неудобно вот так вот он будет держать телефон. А телефон будет торчать перед вами на вентиляции. И удобно можно будет пользоваться, например, навигацией. Вещь стоит реально 2 копейки. Качество очень хорошее. Если вы в машине не знаете, как крепить, рекомендую. Ссылку на все, что я сейчас открываю, я в видео внизу привожу. Единственное, не забывайте, если вы пользуетесь таким вентилятором, о том, что решетку, на которой он висит, нужно выключить. Потому что, иначе, можете его перегреть. Я немножко увлекаюсь пинболом. Хочу увлечься... Не, про пинбол я вам сейчас чуть позже буду рассказывать. Значит, интересная посылка. Вот меня вот что удивляет. Здесь находятся вещи, которые мы могли бы отправить даже одну штуку и отправить ее... Отправили, кстати, 27 мая. То есть, ну, за месяц дошло. По 13 рублей вот эти вот штучки стоили. Раз, два, три, четыре. По 13 рублей. То есть, если вы закажете одну, она вам придет. То есть, вот из Китая ее упаковали, отправили. Еще там где-то какая-то выгода у них есть. Что здесь находится? Здесь адаптеры. То есть, если вы, например, пользуетесь наносимкой и меняете телефон, в котором там не нано, а микро, да, то вы можете ее вставить сюда и вместе с маленьким этим кусочком симки уже вставить в полноценный телефон. Также вот эта вот железненькая приблуда, насколько я понимаю, нужна для того, чтобы открывать айфоны. Айфонами никогда не пользовался. Ну, вот инструкция. NanoSIM вставляется в такой переходник и получается микросим. NanoSIM вставляется в такой переходник, получается стандартная сим-карта. И микросим-карта вставляется в такой переходник, получается стандартная сим-карта. 12 рублей стоит, вполне полезная вещь может оказаться. Откладываем ее в сторону, откладываем ее в сторону. Вот, я начал говорить о том, что интересуюсь пинболом, играю в последнее время реже, немножко хожу за грибами, возможно сейчас в охотнике заделаюсь. Значит, нож куда-то у меня запропастился, я его нашел. Здесь находится предмет, который мне обошелся 350 рублей, 7 июня я заказал, сегодня, напоминаю, 23, то есть достаточно быстро он пришел. Я у себя помечал как тактическая сумочка, их у меня идет несколько. На остальное я тоже сделаю обзор. Вот, что она из себя представляет. Значит, здесь пахнет все-таки, она немножко пахнет, но я думаю, все это сделаю выветриться. Здесь у нас есть крепление моли, да, для тех, кто в теме, вы поймете, да, ушко можно, судя по всему, держать. Одна молния, а значит, внутри кармашек и основное отделение. То есть все это дело вроде как влагозащищенное. Есть второй кармашек, а здесь внутри все точно так же, да, раз и два. Сюда можно вставить ручку, возможно, даже тактическую. И сюда можно вставить что-то еще. То есть как результат, это вот такая вот небольшая сумка, которую можно повесить либо на пояс, либо на крепление моли, на разгрузку, там, либо куда-то еще. Стоит 350 рублей. По молниям, по материалу выглядит достаточно добротно, симпатично. Ну, небольшой запах присутствует. Выветриться или нет, сейчас пока сложно говорить. Ну, есть небольшой запах. В целом сумка вполне приятная. По-моему, своих денег стоит. Значит, здесь у нас находятся конструкторы. Надо получше подготавливаться у меня ко всему, к этому делу. Чтобы поудобнее все это было. Очень симпатично выглядит упаковка. Очень симпатично выглядит упаковка. А что мне здесь нравится, в отличие от других? Да, она одинаковая. Но она полностью одинаковая. И очень хорошие наклейки, где понятно, что внутри находится какой-то космолет, мельница, кораблик, эйфелева башня и арка какая-то. Кто у нас там по Европам катался, может быть, вы эту арку знаете. Симпатично выглядят конструкторы. Мы их откладываем в сторону. И на всех пишут 14 лет ограничения. Переходим к этим конструкторам. Вот здесь продавец поступил очень нехорошо. Я в комментариях к заказу просил его каждый артикул отправить отдельной посылкой. Написал я ему все это дело на понятном английском языке. К каждому заказику я это приложил как комментарий. Но этот нехороший человек взял и все в одну кучу мне засунул. То есть вот на выходе я мог наткнуться на то, что таможник заинтересовался бы, да, зачем мне столько конструкторов. Значит, здесь у нас, ну вот смотрите, да, помялось немножко. Наверное, внутри, надеюсь, нет. Внутри, надеюсь, будет хорошо. Значит, у нас здесь тарантулы. У нас здесь космолет. Ну, то есть видно, да, абсолютно не к месту. Упаковка с космолетами, хотя там нарисовано колесо обозрения. Да, все-таки замялось. Ну, не страшно. Значит, здесь у нас серия Звездных войн и так далее и тому подобное. То есть, если вас конструкторы заинтересовали, то самое главное, всегда, 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 всегда имейте в виду, что собирать их без специальных инструментов не надо начинать. Иначе вы, скорее всего, не дособерете, испортите и больше не будете за это браться. А, очень интересное занятие, очень интересное занятие, такое кропотливое, надолго хватает. Ну, в принципе, здесь будет то же самое. Так, сейчас быстренько раскроем. Упаковал. Отвратительно. Отвратительно. Скидок я у него не просил. Скидок я у него не просил. Подарков я никаких не вижу. И самое ужасное, то, что была просьба, чтобы он все это дело разделил на порядка 8, получается, по-моему, заказов. Вместо этого он все послал мне кучей. Я вполне мог вляпаться на вопросы от налоговиков. Спросили бы меня Михаил Владимирович, а зачем вам столько конструкторов? Не является ли это коммерческой партией? Да, тут всякие разные, разнообразные. Биг Бена и так далее. Вот это вот я не знаю даже, как вот это вот назвать. Вот видите? Они распечатаны. И эти слиплись. В общем, я напишу ему в отзывах, что он поросенок. Хотя, в целом, конструкторы, ну, пришли нормальные. Не замялись. То есть, в этом отношении все хорошо. Значит, приходим к тому, что меня интересовало сильнее всего. Значит, здесь находится стекло от 7 июня к нам идет. К нам идет стекло, стоит 83 рубля. Вот, представляете, вот 73 рубля. Тут какие-то две резиночки. Пенопласт. И, помимо всего прочего, внутри розничная упаковка со стеклом. И всего лишь за 83 рубля. Значит, мы ее пока сейчас положим сюда. Откроем второе стекло. Второе стекло подороже. Оно стоит 135 рублей. Заказывалось примерно в то же самое время. 7 июля оно заказывалось. Остальные стекла еще просто вот не подошли. Так. Здесь все выглядит следующим образом. Вы не знаете случайно, зачем мне китаец положил китайские палочки? Это, судя по всему, не для того, чтобы я ими кушать мог. Это не то, чтобы подарок. Это, скорее всего, для того, чтобы бока не замялись. Значит, пупырышки раз. Пупырышки два. И внутри очень хорошего качества. Опять же, розничная упаковка со стеклом. И вот это вот все, вот это вот красивое. Он банально испортил вот эту вот надпись. Значит, по стеклу. По стеклу, по стеклышку. Да, это стекло, судя по звукам. По тому, как оно подходит на телефон. Ну, стандартные зазорчики останутся. Останутся стандартные зазорчики, которые как раз закроются силиконовым бампером. То есть, вот если вы пользуетесь силиконовым бампером, он обнимает как бы телефон. Внутри вот тут наклеечки зачем-то для удаления. И салфеточка спиртовая, салфеточка простая. Все это дело в очень симпатичной розничной упаковке. Заявлено как девятка, два с половиной Д. То есть, закругленными краями. Здесь, конечно, попроще. Но она и по цене, да, существенно подешевле. Без всяких там закосов. Те же самые наклеечки здесь у нас присутствуют. Ой! Помимо прочего, здесь присутствуют стандартные две салфеточки. Сухая и влажная. И вы знаете, вот у меня складывается устойчивое ощущение, что стекла все делаются в одном и том же месте. Но в нашем случае... В нашем случае это стекло к нам не подходит. Не подходит оно по какой причине? У телефона здесь есть датчик. Стекло этот датчик закрывает. Стекло этот датчик закрывает. И это будет неправильно. Давайте я прям достану второе стеклышко. Мы его сравним. Вот видите? Здесь вот еще под датчик специальная дырочка. Здесь она отсутствует. Судя по всему придется мне открывать с продавцом спор и требовать возврата денег. Хотя оно и стоит недорого. Но в любом случае это неправильно. Это неправильно так не должно быть. Предлагаю вам подписаться на канал, если вы зашли нечаянно. Для чего это будет нужно? У меня будут дальше проходить обзоры. Распаковка разных достаточно интересных вещей. На мой взгляд, во всяком случае. И аксессуаров для Asus Zenfone Max. Ссылки на все, что я сейчас распечатал, будут ниже под видео. Если вам интересно, можете заходить, смотреть актуальную цену на данный момент и заказывать. В смысле я немножко сбился, наверное, потому что лето жарко. Поэтому всем всего. До скорой встречи.